По количеству призеров чемпионатов мира и Европы по самбо Одесская область за последние годы вырывается в лидеры по всей стране. В областном первенстве среди взрослых сильнейшие самбисты встречаются между собой. Генеральная обкатка техники и обмен опытом делают сильнее всех участников турнира. Самбо это борьба и тактическая, борьба в партере и в стойке. Мне нравится бороться в партере. Из-за этого часто из-за болевых приемов я выиграю встречи. Важно побороться, подготовиться, прочувствовать себя, чтобы подойти в хорошей форме в чемпионате Украины и там уже достойно представить свою область. Разные турниры дают очень много опыта, потому что ты навариваешься с разными ребятами, у которых у каждого техника индивидуальная. Разные тренера, разные школы борьбы. И получается, ты когда борешься с разными людьми, ты перебираешь частичку их опыта. И потом получается так, что борешься лучше, на порядок. Для определения членов сборной области во Дворце спорта собралось более 50 сильнейших спортсменов во всех весовых категориях. Чем мы больше будем проводить турниров, тем лучше будем накатывать спортсменов бороться на ковру. Потому что хорошо драться, надо каждый день драться. Уже со следующего учебного года Всеукраинская Федерация инициирует проведение уроков самбо в среднеобразовательных школах. Для преподавателей физкультуры уже проводят соответствующие семинары. 8 ноября в Белгороднестровском педучилище проводили рабочую встречу с представителями средних школ, где было рассказано о программе, всеукраинском проекте «Школа в каждое учебное заведение». Данный проект был инициирован Национальной Федерацией самбо Украины при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины и Министерства образования и науки. Первые семинары планируем проводить уже весной, где будет уже более подробно говориться о программе. Будут готовиться учителя физкультуры, тренеры и инструкторы, которые будут осуществлять эту программу. Следующий уикенд в Одессе отметят день рождения самбо сразу двумя турнирами – детским чемпионатом во Дворце спорта и соревнованием между правоохранителями в Университете внутренних дел. Продолжение следует...